Рекламно-информационная программа. — По развитию кинотеатра «Колизей». Добрый день. — Добрый день. — Ничего не замерзли? Добрались? — Проблемы только с паркингом. — Проблемы только со стоянками, как обычно у нас в центре города. — Как раз тема нашего первого часа. У нас был директор ЦДС. Мы как раз в том числе и по паркингу говорили. — Давайте мы начнем с того, что упомянем наш совместный проект «Артзал». Мы с нетерпением ждали показа в этот четверг. — Сегодня. — Вчера. — Вчера, да. Но, увы, он не состоялся. Министерство культуры сказало свое слово о том, что смерть Сталина не будет показываться в российских кинотеатрах. — Пока, по крайней мере. Пока еще окончательного решения нет. — В нашей группе, в «Артзал», в «Фейсбуке» развернулось обсуждение этого момента. И многие наши друзья, коллеги, посетители «Артзала» высказались на сей счет. Пришли к выводу, что зря. — Ну, это, в общем-то, очевидный, по-моему, вывод. — Вопрос политический. — Когда что-то запрещают, мне кажется, это вообще всегда зря. — Ну, теперь с торрентов будут скачивать сильнее. — А уже вовсю, адресами все обменялись. Я заметил, там было такое затишье в какой-то момент. Все обменялись адресами. Я понял — смотрят. — Ну, вот сравнивают сейчас с «Матильдой», да? Какой хайп был организован вокруг этой картины. И когда ее увидели, сказали же, а что там такого-то? — Ну, тем не менее, Володь, надо сказать, что смертью Сталина как бы не ограничивается жизнь ни кинотеатров, ни вообще киноиндустрии. Поэтому как бы, ну, да, это случилось. — Ну, я накануне стал в сети искать смерть Сталина. В смысле, фильм, а не трейлер. Он пока еще не нашел. — Есть, посмотри, там уже есть ссылки, да, посмотри. Зайди на нашу любимую страницу «Арт-зал», там есть все необходимые ссылки уже. — А, есть? — Конечно. — Отлично, просто сегодня еще не было времени. Ладно, ну, так или иначе, у нас будут продолжаться показы в рамках «Арт-зала», и следующий будет в четверг, 1 февраля, и мы будем смотреть картины. — Три билборда на границе Эббинга. Это картина, которая тоже... — Да, у нее 7 номинаций. — 7 номинаций на «Оскар». Она уже получила и свой «Золотой глобус», и приз, по-моему, кинокритиков, да, если я не ошибаюсь, я могу так сходу ошибиться. То есть картина, безусловно, достойная, и все, кто ее видели, конечно, отзывы великолепные. — Напомним суть еще «Арт-зала». Мы смотрим предпоказы. Мы смотрим кино, которое идет в «Арт-зале». В «Арт-зале» идут фильмы сразу, не те, которые идут, не блокбастеры, не страшные ужастики, хотя почему и нет, можно и ужастики у них хорошие посмотреть. То есть фильмы, которые достойны со всех сторон, там, это фестивальные фильмы, фильмы, там, номинанты всевозможных премий интересных, но которые просто не идут большим экраном, да, то есть, ну, или не кассовые, их можно назвать так, ну, чрезвычайно интересные. Мы их там смотрим, мы их обсуждаем. — Обсуждаем в том числе и в сети, и в сети, и после сеанса. — Ну, и сегодня у одного нашего слушателя будет возможность попасть на этот закрытый предпоказ трех пилобордов 1 февраля. Ну, и, кроме того, будут еще билеты от кинотеатра «Колизей» на любые сеансы, которые вам захочется посетить. И полный список призов мы, как обычно, озвучим после перерыва в 12, 15, 12, 16. Итак, давайте поговорим о том, что происходит в кинотеатре «Колизей». Новость такая прогремела накануне Нового года о том, что с 1 января открывается первый лазерный. Андрей Юрьевич, давайте расскажем об этом зале. Который, ну, мы знаем, встречаемся с Дмитрием в последнее время, общаемся по рабочим нашим вопросам. Мы знаем, что зал пользуется офигительным успехом. — Да, это в определенной мере революция. Революция не только для Кирова, это вообще для России. Так как компания «Имлайт» является партнером компании «Кристи», мы, значит, буквально в сентябре были на презентации нового оборудования и, соответственно, приняли решение инсталлировать первый в России нового поколения лазерный проектор. То есть, в данном случае, это и новые технологии, и экономика с точки зрения использования ламп. И, ну, то есть совершенно новый, так скажем, этап. — Первый в России? — Да. — А я что-то слышал, что уж не в Европе ли первый? — Ну, мы за это не ручаемся, потому что даже, как бы, когда мы говорим, что первый в России, даже это нам не верят. Вот мы очень долго тут в Фейсбуке было, там, с Воронежем обсуждение, как же так, не может быть, что в России. То есть, действительно, лазерные проекторы были, но мы говорим сейчас о новом поколении. То есть, это вот последняя, скажем, разработка компании «Кристи». — Скорыча пока еще нету? — Ну, пока да, пока они являются определенными там лидерами. — «Кристи» — это привязка, простите, к какой стране? — Это американская компания, да, Калифорния, штат Калифорния. — Эта компания можно считать вот таким законодателем, да, в этой сфере? — Ну, да. — Или одним из законодателей? — Их несколько. Ну, в принципе, три лидера — это компания «Барка», «Нек», ну, и вот «Кристи». Ну, как бы там, каждая, конечно, говорит о том, что она самая лучшая, но мы верим, что «Кристи» все-таки луна. — Мы буквально вот на следующей неделе в Амстердаме встречаемся, у нас будет очередная встреча, переговоры с компанией. Будем, может быть, будут какие-то новые продукты изучать, так как мы не останавливаемся на развитии, так как у нас впереди мы строим еще два зала, шестой и седьмой. То есть мы решили, что открытых пять залов недостаточно, и цифра семь более красивая. И мы надеемся, что за счет создания вот такого большого спектра мы позволим увеличить и количество, и качество, ну, скажем, быть более интересными для наших зрителей. — Шестой и седьмой зал, соответственно, это уже на втором этаже, да? — Да. Это небольшие будут залы, там, на 50 человек, но это позволит нам расширить именно репертуар, ассортимент. — Я бы уточнил, в этом плане эти залы рассчитаны на показ тех же, например, фильмов, которые идут в первом-четвертом, да, то есть в суперзале и в первом лазерном, да, но они будут сделаны именно в формате 2D. Потому что потребности у людей есть, а если фильм выходит в 3D, и у нас везде в Кирове идет исключительно в 3D, для этого там вот будут установлены специальные первомутровые экраны, да, и которые, чтобы вот фильм в 2D, ну, был приятный. — 2D — это обычный, да. — Обычный, да. — Обычный, милый сердцу. — Плоский. — Плоский экран, да. — Но при этом, чтобы картинка была там мощной, классной, там, интересной, да, то есть будут вот эти вот специальные экраны, ну, и вот Андрей Викторович говорил, что вот есть барка там Кристи и Нек, там вот как раз будут проекторы Нек, тоже новое поколение этих проекторов, они, правда, не лазерные, ну, как бы там такой нет потребности в этих залах, да, но, тем не менее, это вот тоже современные проекторы. Чтобы понимать, что у проекторов вообще есть как бы поколение, вот предыдущее, когда мы все переходили на цифру, да, там где-то в середине, в конце, наверное, нулевых, да, вот, их тоже было несколько поколений вот этих цифровых проекторов, то есть там первое поколение, ну, не могло воспроизводить такого качества, как была пленка, вот, второе уже как бы было проще, и, в принципе, оно в основном сейчас распространено. А вот третье поколение — это вот как раз цифра, которая... — Которая в первом зале? — Нет, нет. — А вот которая будет на втором этаже, да? — Да, у лазера тоже получается сейчас практически третьих три поколения, то есть вот мы первопроходцы этого третьего поколения, получается. Вот такой расклад. — Что дает зрителю наличие как раз-таки вот этого лазерного зала, это новое слово, революция? — Ну, там ведь не только дело в лазере, там, я смотрю, вот со всех сторон подошли, да, там вообще все как-то не так вот, как у всех. — Ну, да, мы старались, то есть лазер, да, это как одна из, как бы, назовем там фишек, ну, так, но понятно, что это и экран, который, и сам зал, удобное кресло, то есть это фактически можно там форма дивана, то есть как бы... — Там я понял, можно вообще, человек может любую для себя удобную форму выбирать, да? — Да, то есть как бы... — То есть такая эргономика получается. — Позицию, да. — Любую позицию, как бы удобно. — Как люди любят дома отдыхать, мы хотели это придать, то есть, ну, только увеличить во всех отношениях. Плюс мы там создали, ну, сейчас там еще дорабатываем определенное световое там решение, она тоже будет у нас такой лазерный коллайдер, то есть мы решили во всех отношениях сделать... — Долг там... — Ну, да, Долг — это... — Звук, то есть, в кого решение — это отдельная тема. — Долби Атмос, да, он у нас, в принципе, был уже решен, как бы, и в четвертом зале, то есть уже, в принципе, люди это все оценили, как бы, мы понимаем, что это вот уже как некая данность, то есть уже все равно люди привыкают к хорошему, и, как бы, когда что-то где-то не пролетает мимо, они говорят, ну, как же, вот, вроде тут должны же быть какие-то эффекты. — Ну, на самом деле, к хорошему быстро привыкаются, да. — Да, то есть я думаю, что понятно, на каком-то этапе, если развитие кино, мы же вот кинотеатром занимаемся уже 19 лет, и на следующем году юбилей, даже два юбилея, да, то есть так как и самому кинотеатру будет 30 лет, и 20 лет, как мы, ну, занимаемся управлением, то есть в 89-м году мы, в принципе, создавали первый, как бы, зал, тогда это был просто Dolby Surround, то есть по тем временам тоже было какое-то прогрессивное там решение, потом было развитие вообще кинотеатра, это и парк развлечения Лимпопо, и сказочный остров. Понятно, что это вот все прошло, и та эпоха, то есть там концепция, там, развитие и создание, там, семейного кафе, или там, она, как бы, себя сейчас, понятно, изжила, и мы пытаемся сейчас развиваться. В первую очередь, это вот этап развития кино, есть у нас, как бы, это, как бы, все равно определенная такая тактическая задача, в стратегии у нас это вообще увеличение, расширение, как бы, самого здания, то есть как бы мы сейчас это проектируем, ну, это проект, может быть, там, бодрелизон, там, не знаю, там, через год, через два, то есть это вообще... Это тоже, в общем-то, не самая далекая перспектива, да? Ну, мы не можем, так как мы далеко не можем заглядывать, не понимая, как может вообще вся экономика развиваться, но мы можем там вот в обозримом двухлетии, но дело в том, что тут, несомненно, это вопрос долгих, может быть, согласований, потому что это достаточно значимое место, с точки зрения, там, архитектуры города, центра, да, и это... Безусловно. Понятно, что мы думаем, тут будут всякие городосоветы и прочее, потому что увеличение площадей, как вперед и вверх, то есть это очень важный бод, чтобы и не нарушить нашу, так скажем, архитектуру изящную нашего города. А речь-то идет о расширении, о расширении внутри, собственно, существующего здания? Если вверх, то вперед, то, значит, уже геометрия меняется. Там достаточно ведь ограниченное пространство. Перед кинотеатром там еще есть. Нет, мы выходим вперед, да, там рассматриваем. Ближе к Воровского, да? Да-да-да, и вверх, соответственно, еще и вверх, то есть, ну, максимально куда мы сможем, то есть, как бы сейчас есть, так назовем, там, предпроект, сейчас мы просто определяем, что там будет, то есть это должен быть там большой, скажем, панорамный и ресторан, и какие-то детские игровые истории, то есть, ну, это должен быть вообще, как бы, целый комплекс, то есть, не только, как бы, связанный с кино, то есть, как бы, все равно это центр города, и мы считаем, что это должно быть, там, любимым местом отдыха наших жителей. И вы чувствуете, что запрос на это у горожан есть? Ну, да. Или это пока вот ваши планы? Нет, я думаю, что оно само по себе, как бы, очень хорошее место, так назовем, там, намоленное, да, то есть, оно, в принципе, понятно, что оно, вот сейчас оно уже, ну, там, не соответствует какому-то там современному, то есть, потому что само здание, определенная, там, архитектура, там, уже, его надо изменять, как бы, и саму концепцию внутреннюю, там, по наполнению, там, ну, скажем, по сервису, по требованиям, то есть, нынешнего, скажем, времени. Мы думаем, что да. Это все к тому, чтобы быть самыми востребованными в городе? Конечно, лучшими. Самыми лучшими, первыми. Да. Первый лазерный, первый. Первый в городе, да. Продолжим наше общение с Андреем Пошкаревым и Дмитрием Потемкиным после небольшой паузы, и скоро уже начнем розыгрыш наших призов. 211.101, будьте с нами. Культ поход. Продолжаем нашу программу «Культ поход». Настало время озвучить те призы, которые у нас сегодня в распоряжении. Еще раз повторяю, в арт-зал 1 февраля вы можете попасть вместе с нами на закрытый показ трех городов. Давай напомним наш телефон еще раз, да, 211.101, потому что, чтобы получить приз, придется набрать именно этот номер. Да, и кроме того, у нас есть билеты еще, да, на тот сеанс, на который вы захотите попасть в любое время. Да, в любой зал и на любой сеанс. И даже в первый? И даже в первый. Класс. Я думаю, что пару-тройку таких билетов мы сегодня разыграем. Итак, к театрам переходим. Начинаем с театров, конечно, которые, несмотря на то, что пришло кино, театры никуда не делись. Также точно, как я думаю, с приходом интернета тоже ничего никуда не денется, и кино останется. Драматический театр сегодня, 26 января, «Дядюшкин», «Сон», прекрасный музыкальный спектакль, 18.00, ограничение 6+. Завтра, 27 числа в 5 часов вечера, 18.25, запрещенный роман, 12+, автор Юлия Иунушай, да, который мы прекрасно помним, да, который презентовали мы в прошлом году этот спектакль. Завтра театре на Спасской, 27 января, 18.00, «Два веронца», тоже прекрасный спектакль. Уже классика уже. Да, уже классика нашего театра юного зрителя. Ну и по книжкам пройдемся. Мы пока без книжек что-то. Без книжек, а у нас сегодня нет видеотрансляции, видимо, да, поэтому мы как бы все так опростились, да. Виктор Пелевин, новый роман «Айфак-10» или «Айфак-10», как угодно, новый роман «Антиутопия», «Предупреждение о грядущих временах». И предпосылка к ним существующих сегодня «Едко, гротескно, грустно, противно, интересно». Ну, как всегда у Пелевина, 18+. Снова разыгрываем творение Павла Басинского. «Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой. Новое блистательное литературное исследование автора». Это автор бестселлера «Лев Толстой. Бегство из края». Книга посвящена Елизавете Дьяконовой, автору знаменитого дневника «Русской женщины» и активистке зарождающегося в России женского движения, которое погибло при загадочных обстоятельствах. 16+. Тоже 16+. Это Максим Кантер. Книга называется «Азарт». Это остроумный, смелый, полный споров и аллюзий романа, попытки построить новый ковчег, о возможности создать утопию о сложном современном мире и о твердой вере в лучшее. Тоже 16+. Да, я с этого и начал, собственно. Да, в следующей книжке «Ограничения 12+,» это Кэтрин Шенхан. «Умный ген». Опять что-то про физиологию мы сегодня разобрали. Нет, какая еда нужна нашей ДНК. Это, кстати, очень красивая книга. Жаль, что ее нет, я бы показал. Правда, очень красивая книга. Так вот автор излагает неожиданную теорию. Довольно спорная, да, довольно спорная. «Влияние питания на наши организмы. Связь еды с нашей ДНК». 12+, да. Ну, это такой принцип, как помните у Райкина. «Забудьте все, о чем у вас учили в школе». Вот эта книга как раз о том, «Забудьте все, что вы слышали до этого, правильное питание, потому что нашей ДНК нужно вот это, вот это и все». Книжки эти все представлены магазинами «Читай город», за что им большая благодарность. «Читай город» находится в торговом центре Крыма и в торговом центре Театро. И есть еще одна книга, которая тоже стоит угрожать. Да, она не из этого магазина, но она совершенно удивительная книга. Это книга Инны Метельской-Шереметьевой «Сусанна Никитина-Люнблюд. Друг познается в еде». Причем книга с автографами авторов и множеством прекрасных рецептов. Книга получила уже много восторженных отзывов от тех, кто уже прочитал. Презентация этой книги, как прошла, люди приходились совершенно счастливые и довольные. Вы можете еще попасть в галерею прогресса на умопомрачительную выставку «Материнство в дикой природе». В прошлую пятницу мы эту выставку презентовали. Календари были у нас, магнитики. Магнитики и даже кепочка, которую я унес из студии совершенно нагло. Сегодня без кепочки. Да, погода немножко. Вроде все перечислили. Ну что, пора задавать вопросы нашим слушателям. 211-101, напоминаем. Дмитрий. Ну, вопросы сегодня у нас будут простые. Будут они посвящены премии «Оскар». Недавно номинанты были озвучены в начале недели. Она в марте будет, да, у нас? Да, 3-го марта. А номинанты были, да, 23-го часа объявлены. И как раз сейчас «Колизея», если мы уже говорим про арт-зал, у нас идет целая череда этих фильмов. Их четыре. Поэтому вопрос первый год простой. Какой фильм в этом году получил максимальное количество номинаций? Максимальное количество номинаций. Номинаций на премию «Оскар» и этот фильм? И считается фаворитом. Он считается фаворитом. Я говорю, хочу вернуться к «Колизею». И считать фильмы, можете посмотреть кинотеатр «Колизея». Да, он идет. Звоните 211-101, если вы следите, если вы любите кино. Следите за тем, что происходит в Американской киноакадемии, кому она вручает свои «Оскары». 211-101. Мы, как обычно, не запрещаем вам пользоваться подсказками. Наоборот, мы рекомендуем. Заглядывайте в сеть и так далее. В отличие от нас, у вас не отключены телефоны. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, точно, семь номинаций у этого фильма. Фильм сейчас я вижу перед собой. Нет, Володь, ты немножко ошибаешься. Там 13 номинаций. А, 13 номинаций? Ты перелесни чуть-чуть. А, ну все, нашел. Нашел, да, нашел. Люди тоже нашли уже, кстати. Добрый день. Да, добрый день. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут? Вадим. Вадим, ну что, какой это фильм? «Форма воды». Да, все правильно. Я хотел крикнуть «Бинго», но Дима меня опередил. Совершенно верно. Может, вкратце расскажем про этот фильм? Вкратце, надо прийти посмотреть, мне кажется. Этот фильм как раз, который нужно смотреть. Смотрели, посмотрели. Потому что даже понимание сюжета очень сильно зависит от того, смотришь ты и рассказываешь. Нет, если посмотреть сюжет, вот как он написан, да, вот в кратких справочниках, то как раз не надо, кажется, идти и смотреть. А когда смотришь даже трейлер, да, и видишь, как это. Ну это же Гильямо Дель Торо, господи. Да, надо смотреть вообще. Это же такой режиссер, которого надо именно смотреть. Ну что, пойдете в Колизей, Вадим? Нет, я книжечку Пелевина 8, пожалуйста. Как неожиданно. Какой поворот. Ну что ж. Неожиданно. Книжка ваша. Нет, у нас слушатели зачастую в первую очередь книжки выразбирают. Не кладите трубочку, вам объяснят, как вы ее сможете получить. Николай, следующий у вас вопрос. Мой вопрос. У меня сегодня вопрос такой, я сегодня посмотрел, да. Сегодня в Индии большой праздник, День Республики. Я подумал вообще, вот как... День Республики Индия. Безусловно, у них всего три больших праздника, понимаешь. У нас их много, а у них три. День Республики, День Независимости, День Рождения Махатмы Ганди, так сказать, День Ганди. Остальное они уже там по своему желанию, как хотят, как не хотят. Я просто подумал о том, что вот хорошо ли мы знаем о том, как вот Индия влияет на наш современный, так сказать, культурный процесс, в том числе процесс популярной музыки. И поэтому сейчас попрошу включить фрагментик песенки, который поет «Девушка» по имени Нора Джонс, и дебют которой был совершенно уникальный. В 2002 году она получила сразу пять премий Грэмми за свой же первый альбом. Вот, прошу фрагмент маленький. Ну, пока ничего индийского тут не слышно. А зачем тебе? Это вообще песня Боба Дилана, между прочим, она поет. Она называется «I'll be your baby to night». А вопрос будет такой простой. Нора Джонс, да, как бы такое простое американское имя. Тем не менее, она с Индией связана довольно плотно. Вопрос такой. Какое она вообще имеет отношение к этой стране? То есть у нее дедушка был из Индии. Второй вариант. У нее бабушка была из Индии. То есть индусы? Ну, индусы – это немножко религиозный термин. Это скорее индийцы, да. У них там много национальностей. Либо у нее папа был из Индии. Вот еще третий вариант. Бабушка, дедушка, либо папа? Бабушка, дедушка или папа. Да кто ж был из Индии у Нора Джонс? Бабушка, дедушка или папа? Кто ответит, тот получит наш приз. 211-101. Так, у нас, Вадим, какую книжку ты забрал? Пелевина, да? Пелевина, конечно. Пелевина. Айфактен. Хорошо. Звоните 211-101. Уже звонят. Я не самый сложный вопрос. Вспоминаем, что у нас первая попытка может и не зачитываться. Добрый день. Зачитываться, то есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Надежда. Надежда. Ну, так какие родственники у Норы Джонс были из Индии? Ну, возможно, это ответ. Вот так вот. Возможно, и сходу правильный ответ. Безусловно. Ее папа, он не просто из Индии. Это один из самых великих индийских музыкантов. Рави Шанкар. Это человек, который в книге рекордов Гиннесса есть. У него самая длинная, успешная международная карьера. Он прожил 92 года. Из них более 60 гастрировал по всему миру. А с каким материалом, простите? Мы сейчас дальше поговорим. А пока давай мы... А, ну хорошо. Надежда, давайте выбирайте. Что вы хотите получить? Можно билет в Колизей. В Колизей. На закрытый показ? Нет, просто в Колизей. Просто на открытый показ. Пожалуйста, не кладите тропку с нашим редактором. Переговорите. Оставьте свои координаты. Вопрос с меня. Конечно, да. Еще успеем до рекламы. Вспоминаю о том, что я заявил в первом часе 26 января. Сегодня Ермилов день или Еремин день. Согласно народным приметам. Вопросы, сколько успею задать, будут связаны именно с этой датой. В старину считалось, что этот день нужно проводить в определенном месте, чтобы не болеть. А если и болеешь, то хворь эту преодолеть. Вот где считалось нужным проводить этот самый Еремин день? Я бы даже сказал, на чем уточнил. Вот это уже лучше. Да. Начинаю так представлять, что лучше. И там поговорка еще есть. Ну вот и вспомните старину, окунитесь во все эти вещи. На чем считалось в этот январский не очень теплый день, нужно было проводить. Но ты все уже подсказал. На чем? Ты все уже подсказал. Ну вот там уже есть предложение, по-моему, у нас от наших слушателей. Да, 21-101. Вы в эфире. Добрый день, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Валентина. Валентина. Я вас сегодня выслушала. Да. Кировскому радио, что надо дома сегодня сидеть. На что я и наметила. У меня много домашней работы. Так что я буду сидеть дома и трудиться, и слушать вас. Хорошо, вы хорошо правильно поступили, что дома сидите, никуда не ходите. Но все-таки, на чем? Не где дома, а вот еще на чем? Что в традиционном русском доме в избе есть такое, что согревает? Ну так надо печь. Ну конечно, на печи. Она бы сказала, что буду сидеть на печи, так у него уже печи. Да, да, да. И есть калачи. Да, да. Да, Ерема, на печи болезнь одолей и больше не болей. Так что все, у кого есть печка, срочно туда и никуда не выходите. А у кого нет, ну хоть на батарею сядьте, что ли. На батарею. У меня в доме батареи нет. А у нас вот батарея встроенная стена. Ой, у меня такая же, я вам да. А, у вас панельная, да? У вас панельная прямо в стороне. Ну можно обнять стену. Прижаться к стене. Да, в общем, не болейте. Всего вам хорошего. И что вы выбираете? Ой, что-то я даже запутала. Ну театр, кино хотите, книжку хотите? Я, наверное, книжку захочу. Книжку. А, подождите, там уже забрали Пелевина? Пелевина забрали. Пелевина уже, да. Ну давайте тогда, а кинотеатр вы когда приглашаете? В кинотеатр, в любое удобное для вас время. Давайте в кинотеатр. Хорошо. А вот, а что за закрытым показе, когда он будет? Закрытый показ будет 1 февраля в 7 часов вечера. Там будет фильм «Три билборда на границе Эббинга» из Сури. Это о чем? Это, как вам сказать о чем? Ну, так, так, в двух словах фильм не расскажу. Но фильм очень хороший. Ну, ну, все равно. Ну, хотя бы, ну, что-то приблизительно, что? Ну, хотя бы. Ну, по нашей оценке, хорошо. Ну, что, фантастика там. Нет, нет, нет. Это совершенно реалитически. Слушайте, давайте мы вам просто билеты в Колизей подарим, и вы уж сами определитесь. А, фильм тоже пойдет, да. Да, давайте, давайте, давайте. Не кладите, пожалуйста, трубку с нашим редактором, пообщайтесь и оставьте свои файлы или имя, номер телефона. Так, время рекламы у нас подошло. Давайте быстро на нее сходим и продолжим. Культ Поход. Ну, имеется в виду фильмов. Выбор тогда есть. Да, есть выбор. И, учитывая, что первый, четвертый, например, зал это в чистом виде развлекал, да, то есть, чтобы развлечься, чтобы, ну, или большой зал, там, или послушать этот звук, или все. То есть, в первую очередь, конечно, это рассчитано на семейную аудиторию, и по возможности мы берем фильмы, которые можно посмотреть всей семьей. Не такие там, как «Зомбоящик», а что-то более. «Зомбоящик» у вас тоже. «Зомбоящик» прекрасно. Как «Зомбоящик». Прошла премьера, да? Премьера прошла тоже отлично, а вчера вот он стартовал как бы в широком прокате, ну, никого не побили, слава богу, я думал, что придется там вызывать. Такой теперь показатель, да. Это проект полностью «Комеди-клаб». Да, полностью в их ключе, полностью с их шутками, те, которые они выпускают на телевидении, но которые, видимо, можно показывать. А там какое ограничение? 18+, можно 21, я бы сказал, учитесь, ну, наверняка. То есть, с 18 до 21 можно травмировать психику свою. Можно не выдержать. Не выдержать. Мы знаем, есть информация, что вы на втором этаже планируете в плане еще вот зоны вне зала тоже развития, общепит, какие-то новые точки, да? Да, но у нас есть общепит на первом этаже, и, безусловно, он должен быть на втором. Скорее всего, пока вот, ну, предварительно это был некий кэнди-бар, да, то есть со всякими сладкими вещами вкусными, в том числе вот как раз рассчитаны на семейную аудиторию, чтобы и в ожидании, как бы, фильмов можно было что-то съесть вкусненькое. Ну, пока вот это в таком программируемая такая вещь пока. Ну что, давайте продолжим играть. Андрей Юрьевич, задавайте вопрос нашим представителям. Ну, у меня вот технический вопрос касаемо первого зала, то есть, так как он у нас очень, скажем, крутой, то есть и стоит система Dolby Atmos, хочу задать вопрос зрителям. То есть, сколько стоит там акустических систем? То есть, предлагаю три варианта. В одном случае 48, систем, в другом случае 60, и третий вариант 96. Акустических систем или просто громкоговоритель? Ну да. Можно так сказать, да. Не, ну, я понимаю, что там всё сложнее, чем... Акустических колонок. Акустических колонок, да. Сколько? 46, 60, либо 96. Так, да? Есть слушатель, да? Да, есть уже. Добрый день, вы в эфире, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Наташа. Да, Наталья, рада вас приветствовать. Я хочу попробовать угадать, ну, 96, наверное, последняя цифра, самая большая. Ну, это у нас скид, конечно, но это неправильный ответ. Вторая попытка у нас законная. У нас осталось что там, два варианта? 46, 60. 46, или 6? Сколько? Ну, второй вариант 60, да? 60, да, ответ правильный. Правильный, ну, вот, второй попытки. А вы переживали, 60, конечно, 60. Просто не знаю, с чем сравнивать, это много, это мало, у меня дома 6, это очень много, а 60... Это достаточно для того, чтобы, собственно, своими ушами... Создать объемный звук. Да, своими ушами, то есть... Там уже не ушами ты сам весь. Или всем телом. Там представьте такие сувуферы, ты, конечно, весь там. Ну, то есть вот Atmos, это же такая, грубо говоря, революция, как появление 3D, то есть это, по сути дела, 3D-звук. То есть если обычная система там в любом кинотеатре, да, там, в том числе в некоторых наших, да, это 5-1, то есть стандартно 6 колонок, то здесь их 60, и каждая колонка воспроизводит то, что, как бы, задумал режиссер. То есть если там в ком-то углу... Объем, ну, то есть, например, если звучит вот там, то ты слышишь там, если звучит сзади тебя, то ты слышишь как будто сзади. А если это ударило по тебе, то это звучит вот здесь. То сверху, да. Если режиссер сказал, что вот в этой колонке на часе 32-х минуток должна ваять собака, там будет только ваять собака. Или кукушка. Или кукушка. Кукушка, да. Ты кукушка, брось кукушка. Так, ну что, мы забыли про нашу слушательницу. Наташа. Да. Приз какой выбирать будете? А в кино еще есть? Да, есть еще один. Есть еще одна возможность, да. Как раз прийти и посчитать. Да, посчитать. Ну что, в Колизей... Любой сеанс, да? В Колизей, да, на любой сеанс, в любое время. Да, пожалуйста, не кладите трубку, сообщите свои данные и оставьте свой номер телефона. И мы, кстати, просим дозвониться еще нам Надежду, которая оставила свою фамилию нашему редактору. Пожалуйста, дозвоните, чтобы мы вас записали. Продолжаем. Николай, может ли еще? Ну, мы как раз вот заговорили про этого Равишенкара. Ты говоришь, на чем он играет? Он играет на ситаре, понимаешь? Есть такой инструмент ситар. Он считается как бы таким эпохальным исполнителем. Хотя дело в том, что он не то, что он лучший ситарист, но он парень очень сообразительный. Индусы вообще парни сообразительные, индейцы, да? Он в нужное время оказался в нужном месте. В 60-е годы он затусовался с хорошими американскими музыкантами, да? С рок-н-ролльщиками тех эпохи. Они его познакомили с хорошими английскими музыкантами, да? Они ему сделали рекламу, они ему на всю жизнь сделали рекламу. Сейчас я попрошу его маленький фрагмент включить. Вот как раз один из английских исполнителей пользовался этим инструментом. Ученик Равишенкара. Так, ну, поет уже немножко, поет уже другой человек. Вот на ситаре как раз играет один очень известный человек, очень известный гитарист, который, вот, познакомившись с Равишенкаром, стал изучать это искусство, приглашать его на все-моженые концерты, сделали ему рекламу. В итоге до самой смерти, до 92-х лет, кстати, мужик был очень активный. Вот я бы говорил про Нора Джонс, да? Ему было 60 лет, когда у него появилась Нора Джонс, а через два года, когда ему было 62, у него появилась еще одна дочка, Аннушка Шанкар, причем от разных матерей, понимаешь? Вот какой индийцы бывают люди. Вопрос у меня простой. Кто именно исполнял вот эту вот незатейливую мелодию на ситаре? Это был Джордж Харрисон, это был Эрик Клэптон, или это был Джефф Бек? Вот кто из знаменитых гитаристов это вот исполнял? Ну, вопрос ясен, надеюсь, вам 211-101. По-моему, это же ответ ясен, слушай. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Олег. Олег, ну, кто же это у нас? Не мог удержаться, это Джордж Харрисон. Совершенно верно, конечно, это Джордж Харрисон на ситаре. То есть известный факт такой в мире музыки. Да, известный факт, он потом всех на этот ситар стал подсаживать, так что куда от него деваться-то уже. А ситар у нас, по-моему, в русском уроке там где-то в конце 80-х пришел как-то. Ну, у нас, насколько я помню, с ситаром очень сложное отношение. Вообще инструменты очень непростые. Ну, да. Он такой, знаешь, объемный. Вот, и как считается, у индийцев, по крайней мере, на нем учатся играть всю жизнь. И не достигают совершенства, не успевают за всю жизнь освоить его. Ну, тем не менее, ответ совершенно правильный, да, Олег. Ну что, какой приз уходить получить? Книжку, если можно. Какую? Какую из трех у нас? Вот 18+, какая-то была. 18+, это которая Виктор Пелевин, и ее уже нет. А вот еще одна какая-то была. А там 16+, нет. А, 16. Да, Павел Басинский, посмотрите на меня, тайные истории. Да, или Максим Кантер, Азарт. Вот две книги, 16+. Азарт. Да. Отлично, все. Про Азарт, Максим Кантер. Азарт ваш. Пожалуйста, да. Получить, твоя очередь. Да, я все про тот же Ермилов день, который сегодня отмечается 26 января. В народе считалось, что в этот день нужно обращать особое внимание на кошку. Если таковая имеется в доме. Как домашний питомец. Так вот, нужно было обязательно в этот день на место, где обычно дислотируется кошка. Там спит, в общем, ее, да. Вот посадить какого-то члена семьи своего. Вот посадить, чтобы он там посидел. И что же с ним, считалось, произойдет? То есть, если посидеть на том месте... Вот на кошачьем на этом самом месте, что-то с человеком должно произойти. Ага, и вопрос такой, то есть, что же с тобой произойдет? Как-то страшно слушать. Да, но извините, я тут какие-то языческие моменты, возможно, использую. Ну вот считали наши предки, что на кошачье место надо человека посадить в этот день, 26 числа, по старому стилю, 13 января. А там все равно кого сажать, мальчика, девочка? Или это имеет значение? Что, дальше подсказывает? Ну нет, не будем уже звонять. Ну хорошо. Алло, добрый день, давайте пообщаемся. Как вас зовут? Добрый день, меня зовут Светлана. К сожалению, я не слышала ваших подсказок, но мне кажется, кошка выбирает то место, которое самое лучшее в доме, и, наверное, человек не будет болеть, мне так кажется. А, и признайтесь, посмотрели где-то, успели? Или знали? А, признайте, нет, у меня просто кошка дома живет. Ну что? Вы сами-то садитесь на то место, где она живет? Живет лучше всего, любит диван. А, ну понятно, у вас откладают любимые места, да? В общем, если вы чувствуете себя, может быть, не очень хорошо, может, настроение плохое, или, не дай бог, какие-то болячки есть, вы сегодня обязательно сидите на этом месте, потому что действительно считалось, что человек будет абсолютно здоров, если в этот день посидит, ну, если можно полежать, полежит на этом месте на самом деле. А тем более, тут у нашей слушницы вместо дивана... Да, а еще с кошкой много было связано других примет. Если кошка в этот день, например, лежит на спине, лапой вверх, то, значит, будет оттепель опять-таки. Если она свернулась, мордочку откунулась, значит... Ну, по-моему, не только в этот день. Эта примета, по-моему, всегда работает. Должна работать, по крайней мере. В общем, правильно вы ответили на вопрос. Будьте здоровы, и что вы хотите получить? А подскажите, пожалуйста, что осталось? Я знаю, что театр, и что... Да, можете в театр пойти, драматический, либо на Спасской. Есть еще галерея прогресса, удивительная выставка материнская в дикой природе, и еще у нас есть две книжки. А вы знаете галерея прогресса? Давайте. Без проблем. Отлично. Отличная фотовыставка, она вам очень понравится. Которая работает с 18 января по... 25 февраля, насколько помню. Не кларите, пожалуйста, трубку. Да. Есть еще вопросы-то? У нас есть еще призы? У нас есть еще призы. У вас есть еще вопросы? Ну, у нас есть еще парашки вопросы. Задавай, Дмитрий. У нас просто две минуты остаются. Продолжаем тему Оскара. Какой российский фильм в этом году номинирован на категории лучшие иностранные фильмы? Я знаю правильный ответ. Я тоже знаю. Я был обрадован, что именно эта картина попала как лучший фильм на иностранном языке, потому что я вот Николаев говорил, посмотрев эту картину, как-то меня... У нас, правда, разошлись мнения. Я не пришел в восторг, но я думаю, что... Но я там пару-то недель что-то ходил и размышлял, что же я увидел и что же это такое, да. Ну, 211-101. Ждем ваших звонков. Какой российский фильм номинирован на премию Оскар в этом году? Да, он вышел еще в начале лета. Прошлого года. Да, он в начале июня выходил. Он шел ведь, да? Да, да, был прокат. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Елена. Елена. Так какой же российский фильм номинирован на Оскар? По-моему, это «Нелюбовь». «Нелюбовь», может, еще и режиссера назовете? Нет. Но это не обязательно, вдруг вспомните. Нет, ничего страшного, все равно приз уже ваш, только осталось выбрать. Звягинцев Андрей. И вас, кстати, зовут так, как называлась предыдущая картина. Да? Или предпредыдущая? Предыдущая. Ну, в общем, в фильме Елена Узвягинцева тоже есть. И очень тоже такой. Непростой. Есть у нас еще и призы, что выбираете. А на Спаску есть еще? Да. Завтра. 27 января два веронца. Да. Да, забирайте. Все, отлично, эти билеты ваши, не кладите трубочку. 18-0. Редактор вам объяснит, как их получить. Да. Ну, я, видимо, розыгрыш уже мы на этом завершаем, потому что у нас несколько секунд, буквально полминуты остается. Мы не успели еще поподробнее поговорить про те фильмы, которые идут сейчас в Колизее, вот заявлены на Оскар. Так расскажите. Ну, так, пару слов, чтобы заинтересовать. Сейчас у нас как раз форма воды, про которую был вопрос. И «Темные времена» с Герри Олдманом, да, у Инстони Черчилля. А в следующий, 1 февраля, мы ждем три билборда, и в конце уже февраля выйдет фильм «Спилберга». Господи. Чего-то про секреты. Требуется подсказка. Да. Ну, ничего. Те, кто интересует кино, те, кто любит кино, обязательно следят за этой информацией. Смарт-сестри, по-моему, да? По-моему, да. Ну, ладно. На этом завершаем сегодняшнюю программу «Культпоход». Желаем успешного развития на Театру Колизеи, нашему проекту совместному, арт-зал. Спасибо большое, Андрей Пушкарев и Дмитрий Потемкин. Мы на этом, Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Да, прощаемся. Да, на сегодня прощаемся. Программа «Сделанная в Вятке» будет выходить через 20 минут, начало ее, но она сегодня будет выходить в записи, так что можно сейчас говорить «До свидания». Да, а я приду в воскресенье. «Культпоход».